Всем привет! Вы на канале Покашеварим и это традиционное воскресное обзорище. Что сегодня на рассмотрении? Есть такой человек на ютубе Дмитрий Портнягин. Кто-то знает, кто-то не знает, кто-то троллит его, кто-то его расследует, кто-то разоблачает, а кто-то любит. Ну то есть мне вообще все равно. Я в эту тему не лезу, там они сами пусть копошатся и пускай, короче, разоблачают. У Дмитрия Портнягина есть друг, Алексей Павлов. Мы с Димой сейчас живем вместе. Который там, ну, с Феррари, всякое такое, тоже там за бизнес, за кайфулечки. Ну, помимо всего прочего, вроде бы как он создатель сети Суши Мастер. Ну тут до конца непонятно, потому что то ли он создатель сети Суши Мастер, то ли Алекс Яновский, которому когда-то Алексей Павлов ездил в Сочи, ходил к нему в номер, где была его жена. Ну там вот эти всякие истории тоже не лезу. В общем, это личная жизнь каждого. Я опять же полетел к нему на тренинг в Турцию. Он меня позвал к себе в номер. У него была там еще супруга. То ли Алекс Яновский, он же русский Тони Робинс, то ли Алексей Павлов, там такая Санта-Барбара, не поймешь. Но факт в том, что Суши Мастер, это существующая большая сеть суши доставок, а она же франшизная сеть. А я франшиза, знаете, я так себе к ним отношусь, потому что они всегда влияют на качество продукта. Всегда. В общем, Суши Мастер сегодня от Павлова, от Яновский, от Трансформатора, я не знаю. В общем, Суши Мастер. Заказали, ждем. Доехал Суши Мастер за один час. Смотрите, в каком виде все приехало. А, я респикну сначала Суши Мастеру, позвонила девушка, сказала, у нас нет, что же у них не было. А, Гёдзе нет, я заказывал Гёдзе, а Гёдзе у них не оказалось. И она просто по умолчанию мне сказала, мы вам в подарок дадим морс дополнительно. Я такой, ладно, зашибись. Брусничный морс они мне подарили. Давай сразу, кстати, о морсе и померяем его температуру. Вот. Вот такие морсики. Смотри. Фирменные наклеечки. Маркировочка. Смотри, красавчики, молодцы. То есть, я не очень понимаю, что она означает, но я догадываюсь, что это, скорее всего, дата упаковки. Это классно. Хорошая практика. Так. 16 градусов, прохладный морс. Сразу лайк. 16 градусов. В одном холодильнике всё это стояло. Хорошо всё. Молодцы. Приехало всё за час. Я не помню, говорил я или не говорил. Доставили быстро. Перед курьером отдельно хочу извиниться, потому что, когда забирали заказ, он, Дима, забирал, говорит, его очень испугал мусоропровод. Там что-то упало, и он испугался. Извини, чувак, серьёзный, не со зла. Так. Это томьян. Довольно горячий. Довольно горячий. Эть. И недурно выглядящий, на первый взгляд. 54 градуса. Томьянчик выглядит неплохо. Это не тот самый томьян пюре, который мы недавно в обзорах видели. Это был адский треш вообще. Вот в таком виде у нас, значит, приходят роллы. Смотри, сразу огромный респект за коробочки. Шикарные эко-коробочки. Дуэко. Это классный производитель. Мне очень нравится. Здорово сделано. А в целом, пока я не вижу нареканий. То есть, ну, помимо лосося, про лосося я опять буду бомбить, конечно. Но сделано в целом очень аккуратненько. Вот так вот выглядит комплектация. Очень много наклеек. Они, ну, они недавно открылись у нас тут в районе. Поэтому все пока в наклейках. Все так клево. Ну, я надеюсь, так и будет. Тут у нас холодный десертный ролл вместе с горячими лежит. Ладно, простим. Это маленькое небольшое недоразумение. Бог с ним. Здесь теплые роллы. Мерить их температуру нет смысла, потому что они теплые. Ну, они... У них нет задачи быть горячими. Так, соевый соус. Соевый соус тоже брендированный. Сейчас попробуем его. Брендированные палочки. То есть, короче, все, все заточено... Все заточено на симпатичность, на узнаваемость, на бренд. Ну, что сказать? Мне нравится. Ну, пока мне нравится, как это все выглядит. Я открыл сейчас теплые роллы. В принципе, приятный такой запах идет. Мне нравится. Ну, мне вообще нравится. То есть, мне вообще пока нравится, как это выглядит. Вот упаковка, она все-таки... Я хоть так... Ну, честно. Вот честно, да? Отношусь довольно спокойно к упаковке. То есть, если ко мне приезжают качественные продукты. Ну, вот как отличные... Ой, как вкусные суши, например. Ну, и отличные суши тоже, да? У них очень простая упаковка. Там, обычные контейнеры дешевые. Вот. Но зато продукт внутри качественный. Вот. Я, конечно, сторонник вот такого, наверное, подхода. Вот. Чем когда посредственность приезжает в... В хорошей упаковке. Но здесь, честно скажу, пока вот у меня нет каких-то прям таких переживаний, расстройств. Ну, помимо лосось. Сейчас обсудим. Лосось. В общем, что бы вы не покупали. Вот. Из, скажем так, среднего ценового сегмента. Любую доставку. Суши. Вок. Суши. Ну, суши. Вок. Это, скорее, даже ниши, да? Ценовой сегмент. Суши сет. Суши. Маркет. Там. И так далее, в общем. То все будет приблизительно одинаково. Потому что они используют одни и те же ингредиенты. Ту же самую рыбу. Тот же самый, там, сливочный сыр. Те же самые икроповые палочки. У всех все одно и то же. Обзоры, по большому счету, не имеют смысла. Потому что вы либо покупаете, там, качественный, там, охлажденный лосось. Какой-нибудь атлантический, да? И это уже, там, дороже стоит. Либо вы покупаете, в принципе, в любом месте. И приблизительно одно и то же будете иметь. Ну, плюс-минус, там, все будет зависеть от вот этих вот симпатяшек. Так называемых. Это я сейчас придумал термин симпатяшки. Вот. Ну, так нормально в целом. Нормально. Темпурки. Блин, ну, темпура уже вымокает, конечно, с доставки. Темпура. Так. Салфеток. Смотри, накидали, да? Ну, нормально. Вообще нормально. Мне нравятся. Вот новые точки мне нравятся, когда открываются. Они всегда стараются. Они всегда стараются. И все, это законченная мысль. Я доволен. Я доволен. Еще я рад тому факту, что там нет никакой пиццы. Вот как в Суши Лап мы недавно делали там. И пиццу, блин, какие-то бургеры, что-то еще делают. В общем, ребята сосредоточены вот на суши. И это славно. Вот за это тоже респект. Я пока, серьезно, от души респектую пока суши мастеру. Ребята молодцы. Так. Недаром Ольга Бузова сказала, что она там... Сказала, что хорошие ребята, в общем. Он говорит, мими-ми-ми, там ей приятного аппетита. Ну, понятно, они знали, что рекламу у нее заказали, всякое такое. Очень вкусно. Пожелайте мне приятного аппетита. Заказ я сделала в Суши Мастер. Ольга Бузова же не обманет, правильно? Согласна же, да? Я, кстати, недавно был в Бузфуде. Вот. Надо переобзор снять на Бузфуд. Я съел ее бургер. Мне понравилось. Черт. Да, кидайте в меня камни. Мне понравился бургер в Бузфуде. Поскольку я... Начал часы. Чего хочу сказать, значит, про Бузфуд. Я поел ее бургер. Мне понравилось. Картошка и бургер сделаны. Вкусно. Но дорого. Цены, мне кажется, выросли. И Цезарь, и все остальные блюда стали дороже. Тем не менее, приготовлено вкусно. Вкусный. Там картошечка такая, подача соуса вкусный. Котлетка. Так себе. Но булочка, соусы мне понравились. Все. Я завален камнями и вашими плохими комментариями. Я в курсе. Респекты закончились, блин. Я посмотрел в чек. Ты посмотри. Филадельфия. Они просто вычеркнули. То есть, Филадельфия 2019 какая-то. Они мне ее не положили. Калифорния с лососем. Они мне ее не положили. Да, сумма уменьшена. Потому что у меня было 3900. Что-то такое. Или не уменьшено. Я не пойму. Но Калифорнии с лососем у меня действительно нет. И со мной этот момент не согласовывался. То есть, они никаким образом мне не звонили. Вот. Я, в общем, не врубаюсь. То есть, какого хрена они часть позиций просто взяли и убрали сами. При том, что Гёдзе со мной согласовали. А, нет. Это как раз минус Гёдзе. Судя по всему, они мне все положили. Потому что я разобрался, что в Филадельфии у меня два вида. Одна дорогая, вторая, типа, дешевый вариант. У них есть прям два варианта XXL. И там не XXL. И Калифорнию они мне положили с лососем. Вот Калифорния. И сверху лежит лосось. Просто незаметно. Так, начнем мы с теплого. Пока оно теплое. Оно действительно теплое. Так. Оливье Темпура. Вот первый ролл, который впечатляет. Это Оливье Темпура. 230 граммов. А стоит он 215 рублей. То есть, это Темпура с чем-то. И сверху какой-то салатик. Ну, выглядит довольно симпатично. То есть, такой. Яркая штучка. Второй нежный угорь. 329 рублей. 220 грамм. Итого 500... 550... Нет, 450 грамм. Или сколько получается? Да, 450 граммов. Все, это должно весить. Минус коробочка, да? 510. Смотри, все соблюдено, все хорошо. Нежный с угрем. Давай начнем с него. Это вот эта вот запеченная штучка рисовая. Угорь, сыр сливочный, салат айсберг, рис нори, замес. Замес нежный. Прям так и называется. Что за замес нежный, непонятно. И соус унаги. Соус унаги, он сверху шапочек. Он, видимо, немножко уже впитался. Но все-таки есть. Салат айсберг. Угорь. Немножко сливочный сыр. Все это видно. Рис выглядит симпатично. То есть видно, что он не в кашку. Учитывая даже, что он запеченный. Рисинки видны. Второй ролл оливье. Вот это странно. Ну, прям я как бы заказал, естественно, просто ради любопытства. Потому что не каждый день ты увидишь какой-то оливье в роллах. Но здесь не оливье. Тут свежий огурец. Что это? Крабовая палочка. А, нет. Мелкорезанный помидор и все. Ну, то есть это скорее какой-то салат обыкновенный, назовем его так. Салат овощной. А внутри курица. То есть вот это куриные кусочки. Стоит этот ролл довольно дешево. Давай попробуем соевый соус. Ой. Очень кислый. Очень кислый соевый соус. Он по вкусу очень похож на тот, который делает вот Достоевский из своих баночек. Хотя это другой производитель. Похоже, но он кислее гораздо. То есть как будто бы сюда еще дополнительно какую-то кислоту добавляют. Типа уксуса. В принципе терпимо. То есть не прям уж такое страдательское лицо. Я должен был делать страдательское лицо. Это, видать, парализовало. От этого прекрасного кислого соевого соуса. Блин, для меня скулы сводит. Конечно, не лимон, но все-таки. Так, давайте попробуем вот этот запеченный. Сначала с угорьком. Небольшой ролльчик. Слушай, вкусно. Вкусный ролл, правда. 220 граммов. Пусть он и маленький. 330 рублей. Пусть в принципе он и не дешевый. Но он вкусный. Так, подожди. Дай-ка я вот эту шапочку попробую. Мне шапочка понравилась. Там прям как будто бы, знаешь, сыр гауда замешан. Да, там какой-то обычный сыр замешан плюсом. Ну, то есть майонез, сыр. Возможно, сливочный сыр. Правда вкусный ролльчик. Здорово. Здорово и приятно. Так, давайте имбирем обнулимся. Потому что имбирь, он, вы же знаете, для чего, да? Обнуляться. Просто, чтобы понять, чего там. Потому что следующее у нас темпура оливье. И это требует особой подготовки. Как вы понимаете. Чтобы понять вкус. Курица, свежий салатик с мазиком и темпура. Очень любопытно. Редкостная муть. Максимально неочемный ролл. Потому что здесь, когда ты уже ешь, чувствуется в первую очередь и в основную. И в последнюю чувствуется вкус масла. Масло жира. То есть вот эта даже свежая шапочка. Свежая шапочка салата, она вообще никак не выручает. И она пропадает во вкусе. Вот. Равно как и курица, которая внутри, тоже она пропадает во вкусе. В общем, вкус масла и консистенция резиновая. Неинтересный вкус. То есть вот этот вот с шапочкой. Прям мне понравился. Классная. И шапочка классная. Вот этот замес нежный. Надо будет украсть идею. Мне понравилось. Вот этот ролл ни о чем. Он стоит всего вроде бы 260 рублей. А, нет. Это темпура. Он стоит, по-моему, еще меньше. 215 рублей он стоит. Но нет. Я его никогда бы не посоветовал покупать. Филадельфия темпура. 259 рублей. 180 граммов. 235 с коробочкой. Все соблюдено. Слиплося. Смотри. Ну, конечно, свернули они улиточкой. Да. Вот это вот все. Это говорит о навыке поваров. То есть вот так вот делать не надо. И это еще второстепенно говорит о размере ролла темпура. То есть, в принципе, ролл темпура делается из целого листа нори. И он, конечно, стыкуется. Он должен быть больше. Ну, суши... Суши мастер выбрали такой формат. Это маленькие роллы. 180 граммов всего. Начинки нормально. Лосося нормально. Темпуры налипло нормально. Единственное, что она уже, конечно, вымокла. Блин. Но это доставка, ребята. Здесь ничего не поделаешь. Маленькие. Это, наверное, самые маленькие темпуры, которые я вообще видел. Потому что обычно они больше делаются. Ну, темпура, короче. Ее в идеале, конечно, надо сразу есть. Потому что она сразу превращается в резину. Хотя это неизбежность, да. То есть люди любят темпурные роллы. Любят доставки с ними. Поэтому приходится есть вот эту вот резину, которая вымокает. Несмотря на то, что они привезли довольно быстро. Но все равно это безнадега. Тут нет такого ощущения, что я ем одно масло. Потому что здесь есть сливочный сыр. Поговорим про сливочный сыр чуть попозже. Здесь есть лосось. Который, в принципе, на себя берут вкус. И основной вкус это сливочный сыр. И немножко лосося. Масло они победили. Нравится мне эта темпура. Она мне нравится ровно так же, как и любая другая темпура. Я небольшой любитель этих роллов. В принципе. Ладно, проехали. В принципе, брать можно. Ничего критичного, прям максимально плохого там нет. Но почему-то запить хочется. Давай морсец бахнем. Баночки. Все красиво. Смотри. Морс облепиховый. 500 грамм. 85 рублей. Классика. Классика. Разведеночка. 15 процентов. 10-15 процентов сока. 85 рублей. Адекватная цена. За такую разведеночку. Пойдет. Довольно вкусненький морс. Давай бруснику посмотрим. Чтобы вы понимали. Просто вот в основном все используют. Приезжает прям протертая ягода такая. В баклажках. Пятилитровых. Как масло. Короче. И его разводят. Кто-то пожирнее разводит. Кто-то пожиже разводит. В общем. В рекомендации вот таких баночек. Типа там ягоды Кореи. Производители. Рекомендуют они разводить. Где-то 10-15 процентов. С водой. Он уже с сахаром. Там всякое такое. Вот кстати. Разбодяженность брусничного. По-моему. Даже больше. Чем облепиховый. То есть. Облепиховый годнее. А брусничный. Прям совсем. Совсем водичка. Вот. Прям пожалели. Не. Брусничный. Прям дизлайк. Он подарочный. Но. Что-то не зашло. Короче. То есть. Он очень. Максимально неконцентрированный. Вот. В общем. А так нет. Облепиховый нормальный. 85 рублей. В принципе. Можно. Есть. Пить. Все. Мы с горячими закончили. Суп. Тум-ям. Пока. Давай. Отложим. Я. Хочу попробовать. Какой-то из роллов. Ну. Давай. С Филадельфиями. Разберемся. Вот. Тут. Конечно. Уже. Личная. Моя. Грусть. Тоска. Начинается. Это. Рыба. Это. Аккуратность. Это. Вот. Всякое. Так. Так. Все. Вместе. Тут. Две. Филадельфии. 565 граммов. Должно весить. С коробочкой. Чуть больше. Но. Тут. По весу. То есть. Ребята. Соблюдают. Это. Но. Начинается. Грусть. Ребят. Я. Вот. Конечно. Сейчас. Начинается. Бомбежка. Потому. Что. Блин. Ну. Я. Я. Ненавижу. Этот. Лосось. Посмотри. Вот. Он. Дима. Вот. Приблизь. Приблизь. Я. Вот. Палочками. Взял. Да. Видишь. Палочками. Просто. Взял. И. Он. Промялся. То есть. Это. Не лосось. Это. Каша. Вот. Это. Это. Каша. Которая. Да. Фу. Блин. Суши. Мастер. И. Вы. Туда. Ж. Короче. Вы. Туда. Свернута. Это. Большая. Вот. Эта. Филадельфия. У них. Стоит. 425. Рублей. XXL. Называется. 429. 430. Рублей. Она. Даже. Стоит. Филадельфия. Дабл. Фиш. Понимаешь. Дабл. Фиш. Но. Будь. Проклят. Этот. Фиш. Потому. Что. Лучше. Уж. Брать. Тогда. Наверное. Не. Дабл. Никакой. Потому. Что. Ну. Видишь. Смотри. Что. Это. За. Структура. Ужасно. И. И. Все. Таки. Повара. Вот. Несмотря. На. Общее. Ощущение. Аккуратности. Да. Им. Еще. Работать. И. Работать. Над. Сворачиванием. Потому. Что. Ну. Небрежно. Это. Сделано. И. Посмотрите. Сколько. Риса. В этом. Ролле. То. Здесь. Риса. Наверное. Грамм 180. Вот. В целом. От. Всего. Объема. Ролла. Пожалуйста. Вот. Смотрите. Хотите. Такие. Роллы. Ешьте. На. Этом. Ролле. Вообще. Рыба. Еще. Бледнее. Но. Скорее. Все. Это. Связано. С тем. Что. И. Она. Изоветренная. Блин. Фу. Посмотри. Просто. Как. Бумага. Дим. Видишь. Капец. Это. Филадельфия. Классика. 370 рублей стоит. Понимаешь. Вот такая вот классика. Вот. С такой рыбой. Ну. Честно. Даже. По-моему. Вот. Недавно снимали обзор на Суши Лав. Меня там очень пробомбилось. Но. Даже там лосось был адекватней. Тут лосось в заморозке лежал вечность. Судя по всему. Поэтому. Он вот такой. Отвратительно. Отвратительно. Мне вот. В Филадельфии есть лосось. Честно говоря. Даже немножко страшновато. Потому что. Ну. Потому что. Наверное. Тухлого. Прям запаха нет. Вот. Шедевр. Шедевр. Опка. Это разный лосось. То есть. Почему-то это. Он. Разный по структуре. У них. То есть. Одна компания. Но разный лосось. Этот. Какой-то. Заветренный. Но. Более плотный. Лосось. В Дабл Фише. Он. Как будто бы. Пастообразный. И то. И то. Хреново. То есть. Тут два примера. Хренового. Лосося. Давай попробуем. Сливочный сыр. Отдельно. Да. Что там с ним. Ребята. Самый. Самый. Дешевый. Сливочный сыр. Ладно. Все. Рискую. Здоровьем. Проминается. Капец. Я не могу. Отстой на максималках. Ну. Давай просто обычную Филадельфию. Как бы. Потому что я должен. Почему так. Вкусный ролл с шапочками. С угрем. Абсолютно безопасен. И. И. Практически. Божественно вкусен. Ну серьезно. И Дима поел. Тебе понравилось. Да. Классная шапочка. Все. И вот это все. Может быть. Серьезно. Ну. То есть. Вот. В таких местах. Вроде. Повторюсь. Там. Суши Вока. Суши Шопа. И. Видимо. Суши Мастера. Совершенно смело. Можно заниматься Воками. Можно заниматься запеченными. Какими-то вещами. Нормально. Потому что это. Во-первых. Безопасно. Во-вторых. Как бы. Особых. Особых нареканий. Это и не может быть. Ну что у тебя там. Запеченная. Просто какая-то тепленькая штучка. Плюс-минус. Одинаковый вкус. И нормально будет заходить. Вообще. Ну я говорю. Суши Воки. Можно смело брать. Запеченные роллы. Какие-нибудь Воки. Я сам иногда даже могу Воксе взять. Съесть. Ну вот. Это вообще законно. Абсолютно. Я вас даже отговаривать не буду. Ну вот. Когда вот свежей рыбой занимаешься. Блин. Ну. И вот это вот все. Причем. Я тебе говорю. Они понимаешь. У них там в Филадельфии. На сайте. У Суши Мастера. Там 100-500 видов. Филадельфия. Филадельфия. Филадельфия классик. Она же без огурцов. Филадельфия дабл фиш. Блин. Ну как можно вот с такой рыбой. Это надо. Надо постыдиться просто. Делать дабл. Понимаешь. Делать дабл. Сделали огромный ролл. А он. Ну никакой вообще. Вкуса рыбы нет. Структуры рыбы нет. Сливочный сыр. Да. Рис хорошо сварен. Рис отлично сварен. Вообще молодцы. Красавчики. Отвратительно. Нет. Ну. Это. Просто. Незаконно. Я считаю так делать. Такого качества еду давать. И главная цена. Не. Ну ладно бы это еще там ценой бы оправдалось как-то. Ну вот этот дабл фиш с говеной рыбой. Просто с говеннейшей рыбой стоит. 430 рублей. 430 рублей она стоит. За такой ролл это прям вообще до хрена. Ну вот за вот это вот все это прям до хрена. Ну не знаю товарищи коммерсы. Мне нечего сказать. Ладно. Давай попробуем том ям. Том ям. Небольшая порция том яма. Но цена очень адекватная. То есть цена 250 граммов том яма стоит 230 рублей. Будем надеяться что он по вкусу будет хорошим. 326. Все окей. Ой. А в описании я смотрю. У них там курица. Блин. Боже мой. И креветка. Подожди. Вот из дорогих есть креветка. Давай. Что-то пахнет куриным супом. О смотри. Неплохо. Посмотри. Грибы шиитаки. Куриная грудка. Маленькие креветочки. Ну смотри. Нет. Ну он такой. Блин. Нормально сделан. Этот ум ям нормально исполнен. Ну вот в плане наполнения. Да. Порезанные помидорчики. Смотри. Кальмар. Кольца кальмара. У меня нет нарекания к наполненности. Смотри. Там пять где-то креветок. То есть вообще все гуд. Да. Порция там не самая большая. Но наполнение хорошее. Наполнение хорошее. Вот исполнение. Исполнение. Так себе. То есть. Ты знаешь. Это как будто бы вот есть ощущение. Что варили куриный суп. Обычный лапшу. И потом в него добавили там немножечко. Очень-очень сдержанно пасту том ям. Есть прям такая паста готовая. Где там уже внутри там галангал. Лемонграсс. Всякое такое. И добавили немножко вот этой пасты. И поэтому немножко цвет поменялся. Но основной вкус такое ощущение. Что это ну прям вот куриный суп. Куриный суп немножко острый. Вот тут написано у них очень острое. Вообще нифига не очень острое. Это говорит о том что суп сделали экономно. Вот экономно сделали суп. Но поэтому он и стоит 230 рублей. Если быть честным. То это не самый плохой вариант том ям. Я говорю вот я вспоминаю вот этот суп пюре том ям. Это был ад. Грибочки шиитаки. В общем не зашло ребят. Это если хотите вот вкусный том ямчик. Лучше день поискать действительно вкусный том ямчик. Это непоказательный суп. Любители том яма его точно не оценят. Не оценят. Ни за что. Ладно что у нас еще. Давай у нас есть канада. Причем в очень интересном исполнении. В нестандартном. И у нас есть еще несколько роллов. Давай смотреть. Вот это ролл канада. Смотри. Вы когда-нибудь видели ролл канада вот именно в таком исполнении? Для меня ролл канада это все таки все кусочки в угре. Лосось внутри. Но это вариант удешевления. Потому что угрь дороже лосося. Поэтому лучше использовать вот этого плохого лосося. Опять это он. Посмотри здесь он еще нарезан так прям. Ну то есть толщина видишь да? Видно на камеру? Толщина. Она отсутствует знаешь. Иногда толщина она есть. А иногда она просто тупо отсутствует. Вот. Ну такое исполнение. 400 рублей. 395 рублей стоит такая канада. Давай. Попробуем бахнуть взвесить. 240 граммов. Он весит у нас 291. То есть минус коробка. Ну как раз соблюдено наверное. Смотрите какой грустный авокадо внутри. Видите почерневший уже такой. Авокадо очень капризный конечно продукт. Вот. Но тут прям явно слишком он черный. То есть вот такие штуки уже обычно выкидываются. И очень тонкий угорь. Ну вот все что я могу сказать про эту канаду. Ну вот часть с угрём она имеет хоть какой-то вкус исключительно. Потому что там есть соус унаги. Хотя он всплыл. Впитался. То есть ну не видно вот этого красивого блеска соуса. Вот. За счёт этого есть какой-то такой сладенький вкус. Но угря ты не чувствуешь. Сливочный сыр отстойный. И всё. В общем по холодным роллам Суши Мастер на мой взгляд субъективный абсолютно проваливается. Потому что это не те роллы которые я бы мог вообще рекомендовать и покупать. Это очередная посредственность. У нас ещё один сетик. Тут Калифорния с лососем. И что вот это я взял такое. Тоже что-то с угрём явно. А, Золотой Дракон называется. Ничего себе. Золотой Дракон 420 рублей стоит. Всё окей. По весу окей. Вообще ни одного недовеса у нас сегодня. Вот она у нас Калифорния с лососем. 335 рублей стоит. Вот кусочек лосося лежит сверху. Обсуждать лосось больше не будем. Немножко спайси соуса. Креветка. Ой это. Крабовые палочки внутри. Огурец. И даже авокадо. Авокадо. Авокадо кстати не горчил в прошлом роли. Поэтому у меня нареканий нет. Не, нормально авокадо. Здесь он тоже немножко темноват. Но горечи нет. То есть он ещё... Ещё не успели мне довести. Чтобы он не горчил. А вот у них кстати соус спайси есть. А почему-то в меню я не нашёл гунканов. Я бы ещё гунканчик заточил бы. Чё-то непонятно по соусу спайси. Какой-то не спайси вообще. Прям не острый. Чуть-чуть совсем. В общем чё. Крабовые палки вроде нормально используют ребята. Ну такие вкусненькие. Нормально. С мазиком замешанные. Это называется снежный краб. В нашей теме. В принципе съедобно. В принципе съедобно. Тут никаких амбиций относительно этого ролла у меня и не было. То есть я понимал, что это крабовые палки, рис, там какой-то лосось опять. Ну лосось вообще не чувствуется. Чё, забудьте, забудьте, что в таких местах вы там... О, блин, я паял ролл с лососьми. Нет, такого у тебя не будет ощущения. Будет... О, я паял ролл с... То есть что там было? Вот так у тебя будет. Ладно. Золотой дракон. Блин, очень-очень название, конечно, эпичное. Кто в нём золотого, непонятно. То есть название непонятно, как они придумали. Тут угорь сверху. Лосось внутри. Соус унаги уже тоже внутри, видимо, впитался. То есть тут как-то с соусом унаги тоже проблема у них. Салат айсберг, кунжут, рис. Всё, понимаешь? Ну то есть вот он этот. Тончайший угорёк. И скучная начинка. Это всё весит 200 граммов и стоит 420. Позорнейший лосось. Опять позорнейший лосось. Его причём довольно много внутри. Меня это убивает. Я не знаю, что сказать, ребят. Ну почему, то есть что вы с ним делаете? Да, вот непонятно. Либо он лежит сколько это времени до хренища в морозилке. Почему он такой вот? Почему он превращается в паштет? Надо, кстати, попробовать. Надо заморозить лосось. У нас его суши. Ну просто на полгода кинуть. Чё с ним будет? Я Вите, кстати, в Бурде предложу такой эксперимент провести. Для канала своего. Да? Хорошая идея. Ну типа кинуть, взять охлаждёнку. Засунуть в морозилку и проверить, что будет через полгода. Или проверять раз в месяц, как меняется структура. Ну да вообще огонь ролик будет. Или я для своего канала с ним. Точно. Я сегодня схожу, возьму рыбы нашей. Заморожу. И каждый месяц буду снимать. И через полгода я в каком-нибудь из обзоров вам покажу разницу. О! Пишите. Пишите в комментах, сделать так или нет. И проверим, в чём магия вот такого вот... Такой говнорыбы. Я максимально недоволен холодными роллами. Также недоволен холодными роллами. В той же степени я недоволен. В какой степени я доволен вот первым вот этим вот чудесным. Дим, дай. Прекрасным ролльчиком, запечённым вот под этой шапочкой. Прекрасный ролл. Тут нет лосося. Тут только угорёк. Тут шикарная шапочка. Я реально хочу ещё съесть. Такой сырный вкус. Очень вкусно сделано. И вот это вот. В общем, очередная франшизная шляпа. Вот реально. Какие-то, понимаешь, симпотно. Нет, всё хорошо. То есть, прям коробочки отлично. Это дорогие хорошие коробки. Из них приятно есть. Но, блин, эти коробочки должны наполняться крутым продуктом. Вот тогда это будет работать. А когда ты наложил в классную коробочку со своим логотипчиком там, да? Но наложил какой-то шняги. Ну, это так не работает. Ну, точнее, нет. Это работает. Это работает. Это как раз и бесит, что как бы у нас люди... То есть, вы существуете, господа вот франшизники. Пока люди это покупают. Но я думаю, что со временем, как бы, вам придётся подстраиваться под реалии рынка. Но мне кажется, что со временем немножко рынок должен поменяться. Я в это очень верю, что всё-таки люди начнут хотеть хорошее есть. Качественное, вкусное и хорошее. И я надеюсь, что так произойдёт. И вам придётся подстроиться под это. И это будет круто. Для меня лично это будет праздник, если компании вот вроде Суши Мастера и прочих ребят, которые там заточены на франшизу, эге-гей, там бизнес, бабки. Бабки, 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 бабки. Вы подстроитесь и всё-таки немножко... Чуть-чуть же надо переделать. Ну, то есть, ну, совсем капелюшку надо переделать, да? Просто, ну, по факту, реально, вот, заказать, немножко там научить поваров крутить поаккуратнее, да? Это, ладно, второстепенно. Но заказать там, блин, хорошего лосося. Давайте заберём. Сейчас Россия реально не самый лидер там по заказу атлантического лосося. Давайте сделаем так, чтобы Европе не доставалось лосося. Себе закажем, будем делать вкусные роллы. С качественной рыбой. Интересно, как это делать? Ну, давайте расскажу. Мне не жалко, Сергей. Я могу рассказать вам. Суши-мастер там. Алексей, давай поговорим, Алекс Яновский. Потрындим. Вы там все крутые, у вас Феррари, но давайте с простыми людьми поговорим, как сделать так, чтобы всё-таки здесь лежал классный такой звенящий, полотный, вкусный лосось. А не вот это вот всё. Ладно, у нас ещё есть салат Цезарь. 200 граммов. О, смотри, первый недовесик, потому что коробочка весит где-то граммов, наверное, 12-15. Так, а чем мне есть? Мне вилку тоже не дали. Давай ложкой из-под том яма. Вот салат Цезарь, смотри. Курица. Курица терияки причём. Ну, это, видимо, готовая курица. Не зазорно абсолютно это использовать. Салат уже заправлен, тем не менее, смотри, опять-таки коробочка, да, играет роль. Чёрная коробочка, зелёно-красные цвета, всё это контрастирует и выглядит в целом неплохо. То есть, выглядит неплохо. И даже запах оттуда идёт. 219 рублей стоит. Давай. Салат ложкой есть, нормально. Нормально, кстати. Пойдёт. Не в плане как Цезарь, а именно вот как салатчик просто куриный. Нормально. То есть, эта курица, она явно там на заводе приготовлена, она очень мягкая. Видимо, в вакууме приходит как-то. Нарезают её, что ли. Хорошая курочка, она действительно мягенькая. Тут минус в том, что, если бы сразу поесть этот салат, там, хрустели бы гренки, он бы был бы вкусненький прям совсем. Потому что соус нераздражающий. Это не Цезарь, но это нераздражающий соус. То есть, это майонез со специями, там, типа, с чесночком, что-то такое. Ну, вот, весьма, весьма съедобная штука. То есть, ну, есть только сразу её надо, конечно. Вот. А, у нас, у меня есть шоколад царей, да. Да, правда, как вы мне пишите, что Гай Юлий, он был всё-таки императором, а не царём. Ну, поэтому шкала... У меня всё равно шкала царей. Всё, идите нафиг. Сколько царей получает этот салат? Ну, давай так. Он получает чуть выше среднего. Вот, шесть царей. По шкале моей царей. Где десять царей, девять с половиной, скажем, царей. На перспективу, потому что найдём, может быть, ещё, что мне больше понравится. Девять с половиной царей у меня занимает шоколадец. Цезарь в шоколадец мне очень нравится. Вот, всё. Пойдёт. Ладно, шесть царей. Далее. Ну, и у нас остались сладкие роллы. Сладкие роллы. Это любопытно, это интересно. И это исполнено лучше всего в суши-мастере. Посмотри, как красиво. Треугольнички. Всё очень аккуратно, эстетично. И вот ещё, кстати, один ролльчик. То есть, круто выглядит. Сладкие роллы. Ну, давай, давай попробуем. Смотри, тут блинчик. Сливочный сыр. Ананас консервированный. А здесь вот блинчик. Сливочный сыр. И тоже какой-то фрукт. Короче, давай пробовать и всё, что тут рассуждать. Я не взвесил, ладно, неважно уже, короче. 230 рублей стоит. Блинчики. Ролл-тропиканы. Почему у меня три-то? Я два заказал вроде. Коха зелли и ролл-тропиканы я заказал. Может, подарок мне дали. Шоколадный блинчик, консервированный ананас, сливочный сыр. И полито это всё сиропчиком, типа клубничный. Вкусно. Мне понравилось, серьёзно. Консервированный ананас в тему. Вот. Причём, такие не потёкшие эти роллы у них. То есть, они плотные. Вот это ролл, видимо, тропикана. В описании написано. Киви, банан, запятая многоточие. Вот под многоточием, понимаете, видимо, любые фрукты, какие они найдут. Здесь что-то так приятно хрустит. Но это не киви и не банан. Как будто яблоко. Но яблоко, причём... Так, это киви. Я сейчас буду разбираться, что за хруст. Что-то странный какой-то фрукт. Диман, можно я тобой воспользуюсь? Давай попробуем. Ну, то есть... Вроде бы ананас, но по вкусу какой-то не ананас. А по вкусу яблоко. Нет такого? Сначала пробуешь, как будто ананас. А потом как будто яблоко. Нет, подожди, это всё-таки ананас. Потому что здесь вот точно этот ролл с ананасом. И точно такой же вкус. В общем, странно. Короче, консервированный ананас в том ролле раскрылся, как яблоко. Это очень странно. Но, тем не менее, вкусно. Нормально. Вот эти роллчики, они вот 160 рублей ролл тропикана стоят. И 220-230 рублей стоит ролл кохи зелия. Не знаю, что это слово значит. Видимо, непосредственно кохи. Нормально, съедобно вкусная штучка. В общем, тут, в принципе, всё съедобно. И вполне выпиваемо. То, что Морса тоже годненькие. Кроме холодных роллов. Кроме основы заведения, которое называется заведение, ну, типа японской кухни. Хотя сейчас это уже, конечно, вот эта фраза японская кухня уже давно пора забыть. Мы просто называем эти слова по привычке. Кухня уже давно. Наша, русская, СНГшная, потому что примерно так же делается. Вон, Димон недавно в Киеве был. Чё там в Киеве? Ты же снимал там обзор на... Пицца Хаус. Ну, чё там? Тоже вроде популярный. Всё примерно так же. Вот одинаковые лососи в кашу. Я ещё Ниндзя Суши снял. Ниндзя Суши. Хорошие, да? Хорошие, да. Ниндзя Суши, как в Москве. Ну, ты говорил, что там они в Москве лучше, чем в Киеве сделаны, да? Ну, там рис пресноватый был в Киеве. Может быть, конкретно с этой партией было что-то не то. Безвкусный рис. Ну, достойно, короче, да? Достойно, конечно. Вот. Киев, Ниндзя Суши, пожалуйста, обращайтесь. Там в Москве они же есть. Покупайте смело. Потому что там вот такого не увидите. Да, там дороже будет, но там вы поедите, кайфанёте. Чё сказать, короче. Очередная вот эта вот франшизяка. Франшизяка, ребята. Ужасно. Алексей Павлов. Алекс Яновский. Я рад, что вы дохрена бизнесмены. Я очень за вас рад. Вот серьёзно. Вот, товарищ Павлов. Я счастлив, что у тебя есть Феррари, что тебя её разбили. Потом восстановили. Молодцы вообще. Красавчики, ребята. Ну, но знайте, что у вас есть Феррари, Алекс Яновский, и вы живёте в Нью-Йорке только потому, что здесь вот люди страдают вот от такой еды. Вот они страдают от такой еды в красивых коробках. Товарищи маркетологи, коробочники, любители упаковки, займитесь продуктом, пожалуйста, почему вы не хотите. Это круто масштабировать, развивать. Алекс, это классно. Алексей Павлов. Это классно. Дима Трансформатор. Это прям вообще бомбически классно. Ну, продукт сделайте, блин. Масштабируйте продукт. Идите к нам, вот, товарищи бизнесмены. Нет, ладно, это всё. Нет, я вас не приглашаю. Всё. Вы порочены. Нет. Отменяйтесь. Хотел вас пригласить с нами позаниматься. Сами. Сделайте продукт, пожалуйста. Переналадьте. Ну, там сколько у вас? 150 там этих заведений. Во все 150. Отвезите лосося фарерского. Атлантического. Ну, окей, подешевле там мурманского. Отвезите норвежского. Хотя бы его. Охлаждённого. Разделайте, ребята. Нарежьте. Будет. Цены чуть повыше сделайте. Бомбически будет. Люди благодарны вам будут. А вот этим, я не знаю, ну, пиво заедать только. Ну, и то, и то как-то стрёмно. В общем, не на том концентрируются господа коммерсанты. Вот на чём концентрируются господа коммерсанты. Вот, чтобы соус был с логотипчиком. Чтобы вот это вот было с логотипчиком. Вот на этом концентрируются господа коммерсанты. санта забывая при том что основная история все-таки это не скорость доставки это не возможность там ну вот все мои критерии которые есть они второстепенные основное это вкус и сегодня я очень благодарен за ролл запеченный вот этот очень вкусный сделали но остальное ребят но это просто нет 61 балл ребят 61 балл набирает суши мастер несмотря на то что первые положительные эмоции но потом ну скажу прямо полное разочарование едой блин ну в который раз очередное очередное посредственное место в котором в котором есть наверное можно потому что но люди же едят значит можно но в которой я максимально хочу отговорить вас моих зрителей а вы мои зрители те которые я уверен что хотите вкусно есть и качественно вот в хотя бы вас хотя бы немножко людей я постараюсь спасти от этой вот от этого безумия отстойной рыбы ну давай прокомментирую я не знаю я думаю так всем все понятно но тем не менее как бы я покашеварим я ставлю оценки я нудный поэтому я комментирую цена два с половиной почему я поставил два с половиной вроде бы цена более-менее адекватная да ну то есть низко не сказать что она высокая но для такого качества цена высокая потому что ролл где используется для лосось пусть он и большой не используется для сливочный сыр он но он не имеет права стоит там 420 430 рублей но не имеет права такой ролл стоит таких денег все ну то есть все я не значущий комитет вкус качества я ставлю 2 если сушилов который был недавно на обзоре я там поставил вообще единицу даже совсем отвратительно тут все таки я балл накидываю как минимум за некоторые съедобные роллы и особенно за шикарный ролл с шапочкой прям вот за него прям лайк серьезно соответствие абсолютно 5 то есть все что заявлено все громовки все все что короче написано на сайте все так и приезжает за это огромный респект потому что опять-таки при приводя в пример сушилов где там написано один недовес был ну как бы короче начало но месяц коробка всего перевес был так что но это такое сушила на там 5 граммов короче я я ставлю 5 баллов потому что ну ребята выполнили по крайней мере указанное это очень хорошо сервис я ставлю 3 несмотря на то что вы такие все дофига клёвые вас коробочки но нет ложки например для том яма да нет у нас в чем я еще испытывал дискомфорт это же не помню за ложку столько баллов выбирать короче я все таки ставлю сервис 4 балла сначала поставил 3 потом подумал по большому счету меня ну чё ну только ложку не дали для том яма наверно пережить можно ничего ничего такого как ну то что какого-то блюда не оказалось и мне взамен дали там один морс пусть не очень вкусный брусничный морс ну то есть а так то все хорошо то есть они перезвонили смска пришла и сайт сделан хорошо и кстати на сайте есть информация по граммам по белкам жирам углеводам правда нет состава состав указывать надо сейчас подробно я теперь научен спасибо паше к комику тупому канал тупой комяк подписывайтесь вот информация должна полная быть и как бы из-за этого ставлю 4 балла но в целом в целом сервис окей скорость 5 прям доставили за час это очень хорошо температура 5 но тоже многие скажут можно пониже поставить тоже все таки там ну 50 градусов это типа не 60 нормально то есть ну теплые роллы теплые холодные роллы хоть и противные ног прохладные и ступе тупсом ям суп тумя вам более менее адекватный по температуре вот в общем 64 балла у нас набирает суши мастер никого не хотел обидеть алексей павлов до дима трансформатор дружину здоровья как бы ну да это вот вашего ваша тема ваша тема заниматься ну как как казаться а не быть понимаешь то есть сколько раз там портнягин говорил на своем канале что по упаковку 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 ну да клёво ну вот если так считаете здорово продавать можно не с точки зрения продаж все окей ну раз 130 там 150 филиалов франшиз на распродавали значит продается значит пользуется популярностью другой вопрос что наши люди они вот такие вот они тоже ведутся на упаковке это правда с точки зрения бизнес ну клёво как бы делаете я это осуждаю я это осуждаю упаковка и и содержание это два важных фактора когда есть упаковка но содержание вот такое как здесь ну блин но это не для меня я надеюсь и не для моих зрителей поэтому с осуждением с разочарованием с немножко грустными грустным ощущением вот я отправляюсь снимать дальше какие классные ролики поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал следующее воскресенье обязательно какое-нибудь обзорище если хотите что-то конкретное пишите в комментах я все комментарии читаю и выписываю в отдельный списочек в отдельный списочек спасибо за просмотр всего доброго до свидания